Всем доброго времени суток! Сейчас я сделаю совершенно микроскопический обзор на самую новую операционную систему для компьютеров на 16-разрядном процессоре Intel 8086. Это операционная система ELKS версии 0.4.0, которая вышла всего 25 дней назад, то есть в ноябре 2020 года. Самая базовая версия этой системы умещается на одну дискету объемом 720 кБ, как раз вот как этот динозавр ест. В целом есть и расширенная версия этого. Ну, нельзя сказать, что дистрибутив, Linux, это все-таки самостоятельная система, потому что ядро здесь сильно переделанное. Но я не хочу здесь чистить жесткий диск или менять, тем более у меня здесь толком не на что мне его. Поэтому я обойдусь вот этой ограниченной версией. И вот уже пошла загрузка этого самого ELKS. Выводится сведения о имеющемся железе. Кстати, не без ошибок. Например, я потом крупно сниму. Немножко неправильно опознался процессор. И сейчас уже через пару секунд вылезет запрос им не пользователя. О, пожалуйста. Видно, что процессор опознался как нек V30, но на самом деле здесь стоит процессор 8086. То есть небольшой баг системы. Было бы хорошо, если бы здесь стоял V30, потому что он имеет расширенный набор команд и с ним работает некоторый софт для 286. Но это не так. Ладно. Все остальное в целом позналось правильно. Кому интересно, можно поставить видео на паузу. Здесь все подробно видно. По умолчанию здесь у учетки администратора нет пароля. Собственно, это единственная учетка здесь. Поэтому... Ну что ж. Смотрим корневую файловую систему. Она здесь совершенно стандартная для всех Unix, Linux и всего остального. Не считая того, что, конечно, немножко скромновато. Нет никаких каталогов для UEFI системного и прочей современной трихомудии. Набор утилит здесь в целом тоже стандартный для любого Linux, Unix, BSD или хоть даже macOS. Ну, тоже, конечно, скромноватый. Не вижу смысла описывать каждый пункт. Ну, из таких характерных отличий, что можно видеть, есть встроенный сервер HTTP. Да, то есть реально на вот таком вот динозавре запустить Linux-овый сервер HTTP. Программа для скачивания файлов по протоколу FTP или HTTP, опять же. Кстати, даже интересно, работают ли они с современным шифрованием, но я что-то сомневаюсь. Может быть, как-нибудь и проверю. Я сниму видео про это. Посмотрим. Работа с IRC-серверами. Ну, обычный набор, в общем-то. Чуть-чуть расширен, чем самый базовый из Linux from SCARCH. Разумеется, есть ненавистный многими редактор V. Так, ну что ж. Погнали. Попробую космонтировать раздел C жесткого диска, на котором стоит родной для этого компьютера MS-DOS 3.3. Первым делом, как и в любом Linux-е, создается точка монтирования, куда потом буду монтировать этот раздел. Опа, пробел пропустил. Ну, тут все совершенно стандартно. Кроме того, что нужно обязательно указывать тип файловой системы. Сам определять он не умеет еще. Ну, все, смонтировалось. Погнали, смотрим. Все файлы на месте. Можно в таком формате пролистать, более расширенном. Кстати, удивительно, что каким-то образом опознались права доступа, хотя файлы 7 и FAT12, она их вообще не признает. Видимо, как-то связано с расширением. Попробуем какой-нибудь файл почитать. Например, вот этот. Вот этот вот файл. Результат отчета проверки диска. Когда-то я делал. ТСЦ, ТХТ. Пожалуйста. Ну, вот, собственно, и все. Больше ни на что эта обрезанная версия с диски от 720 кБ не способна. Теоретически можно по сети смонтировать какой-нибудь внешний носитель, но тоже у меня сейчас ничего не готово на эту тему. Вот. Вот так вот. Вынимаем дискету. И, внимание, что мне надо бы сейчас делать? Как вы думаете? А здесь жесткий диск не умеет сам парковаться. Поэтому нужно перезагрузиться в родной доз и вручную запарковать из него. К сожалению, ЕЛКС сам это делать не умеет. Вот и все.